Продолжение следует... В этом турецкий след. Почему? Потому что с таким же успехом мы можем искать там, значит, российский след. И российский тоже. Конечно, можем искать. Также и можем искать заокеанский след. Вы сами знаете, что происходит в Ереване, да? Искать какой-то след не надо. Как вы оцениваете нынешнюю политику России, которая держит при себе все замороженные конфликты и не дает им размораживаться? Так же, как и Приднестровье, Карабах, Осетия, Абхезия, и Крым в том числе, и Донбасс, и Луганск. А как эта политика называется? Как, скажите, возврат Советскому Союзу, возврат железному занавесу или как? Как учитывать, что если Россия потеряет Нагорный Карабах, и все остальные замороженные конфликты, в том числе, потеряет свой менталитет и не сможет регулировать окружающих себе соседей. Вот это самое важное. Поэтому Россия не хочет потерять как Нагорный Карабах, как Осетию, Абхазию и всех остальных Луганско-Донецк. Еще про Турцию хочу сказать, что вот тут кому не лень обвиняет Турцию, вот Турция виновата в этом. Мы нашли еще и американский след в Нагорном Карабахе. Почему никто не хочет говорить о том, что у азербайджанского президента есть конституционное право освободить оккупированные территории от армянских оккупантов? Давайте все-таки, исходя из того, что республика Азербайджан, возле президента страны, борется с оккупационными силами. Почему не решает Россия, был государственный деятель? Ответьте, пожалуйста, всему азербайджанскому народу. Зачем Россия тянет решение Карабахской проблемы? Не рассказывайте мне сказки, понимаете? Я вам не рассказываю, я вам могу привести факты, что Россия помогала Аминьи. Второй момент. Если говорить... Вся оружие российское. И с этой стороны, и с другой стороны. И с другой стороны. Дело в том, что постоянно ведутся провокационные, скажем так, обстрелы. Армяне стреляют. Я сейчас не хочу односторонным порядком обвинить ни армян, ни азербайджан. Потому что я все-таки представляю Турцию, турецкую прессу. И сейчас какую-то сторону обвинить, опять-таки будет какое-то обвинение в поддержке той или иной стороны. С начала конфликта 1988 года СССР возглавлял, скажем так, главный спонсор армянской части, в том числе и Нагорно-Карабахский конфликт. И сейчас Россия продолжает спонсировать. То есть ведутся обстрелы тех или иных позиций. И эти обстрелы, в первую очередь, приводят к гибели местного населения. И люди, которые там проживают, как азербайджанцы, как и армяне, чувствуют себя на пороховой бочке. В Армении нет русских школ, русского населения, русских... Так такового не существует. Там мононациональное государство. Сейчас речь ввести речь о том, что в Донбассе мы присутствуем из-за русского вопроса, а в Армении мы присутствуем совершенно по-другому. Нет. Почему? Потому что Россия в Армении присутствует только для того, чтобы ни в коем случае не размораживался вот этот конфликт Нагорно-Карабахский. И дополнительно заморозить, и в дальнейшем повлиять и на внешнюю политику Азербайджана, и на внешнюю политику Армении. Ни в коем случае не дать им ввести собственную внешнюю политику. Нет никакой стабильности, нет никакого спокойствия. И когда-то это взорвется, понимаете, надо рано или поздно найти решение этому вопросу. Экономика не так. Наихудшее положение экономики за всю его историю существования после Советского Союза. Учитывайте, что таким же успехом мы можем обвинять руководство Армении, которые целиком и полностью родом из Карабаха, хотят обострить ситуацию для того, чтобы народ забыл про голод, который там страдает. Армении, как чувствует существование, требует земли у соседей, в том числе и Турции. У любого Арманина спрашивайте, часть Турции хотим себя присоединить. Так же, как и требует с Грузии, с Азербайджана. Если что, и с Ирана тоже будет требовать, если российское влияние на Ариану слабится. Люди, которые там должны жить, живут где-то в другом месте. Может, сначала вернем беженцы? Все пакетно. Миллион человек. Только после этого проведем референдум. Все пакетно. Какая часть земли хочет остаться независимым, какая часть хочет остаться внутри этого. Франция, Америка, Россия, Азербайджан и Армения. Почему до сих пор не решается? 25 лет прошло, и вы говорите, мы не можем армяно-азербайджанские президенты вместе собирать. Это очень много раз собираются. Почему не решается? Мое мнение. Заметьте, этот долгоиграющий конфликт выгодно именно проармянским, российским политикам. И в том числе политикам армянского происхождения. Почему? Потому что Россия использует этот конфликт для манипуляции Армении. И в том числе для манипуляции Азербайджаном. Господин Аббасов, это послушает меня. Господин Аббасов, посмотрите сюда. Когда программа закончится, вы потом в коридоре об этом поговорите. Если вы говорите об имени азербайджанца, мы вас не слышим, потому что вы пришли сюда. Как журналист из Турции.